Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема «Электрический пуск двигателя». Прежде чем продолжить основную часть данного видео, хотелось бы напомнить, что сегодняшнее видео является продолжением моего предыдущего видео, и поэтому, чтобы понять сегодняшнее видео, нужно посмотреть предыдущее видео. Плюс еще лучше посмотреть целый плейлист по основам электротехники, чтобы лучше понять сегодняшнюю тему. Ну что ж, перейдем к основной части данного видео. Система электрического пуска предназначена для придания вращения коленчатому валу с необходимой пусковой частотой, который обеспечивает нормальные условия смеси образования, воспламенения и горения рабочей смеси. Вот, собственно, как выглядит коленчатый вал. Ток для карбюраторов двигателей пусковая частота находится в пределах 50-100 оборотов в минуту, для дизельных – 150-250 оборотов в минуту. Величина пускового тока для различных марок статора составляет от 300 до 800 ампер. Система электрического пуска входит АКБ, стартер и цепь стартера, а именно реле включения стартера, выключатель зажигания, выключатель массы, как, собственно, вы можете видеть на данном изображении. Вот, собственно, о чем я хотел рассказать сегодня. Тема, конечно, маленькая, но тем не менее важная. Надеюсь, моя информация кому-то помогла. Так что отпишитесь, пожалуйста, в комментарии, у кого какие-то есть вопросы, вложения. Вот, также обращайте внимание на ссылочки, которые я оставляю в описании под видео, на подсказки, которые периодически всплывают в начале, середине и конце данного видео. Но на этом все. Всем спасибо и до новых встреч!